Ой, обычное начало дня. Вы проснулись и думаете, чем бы сегодня заняться? О, займусь-ка я утренней зарядочкой. Сначала вы такие, так, тренировочка, поехали! Первым делом вас идут первый этап прыжки. Прыжок был сделан легко. Потом вы прыгнулись под блоком, а потом вы сели на шпагат? Сегодня мы посмотрим самые смешные мемы в Майнкрафте, от которых у вас моментально поднимется настроение. Давайте смотреть дальше. У нас имеется человек, который на вагонетке ездит в своей шахте. Он просто едет, видимо, домой после уставшего дня. И что он делает? Он просто берет и разрушает этот мост, для того, чтобы он не мог обратно проехать. Или стоп. И у него там друг, наверное. У него там друг, который едет. Братишка. О-оу. Что? Это было совершенно ненормально. Я вообще не ожидал такого исхода событий. Окей. Я думал, там, знаете, просто будет что-то, типа, друг просто упадет в лаву. Но, видимо, нет. Его друг реально был подготовлен к такому моменту. Дальше у нас имеется, опять же, человек с его другом, которые нашли пирамиду. Они нашли пирамиду в пустыне. Боже мой, что происходит? Что с этим песком? Это какой-то левитирующий инопланетный песок. И почему он левитирует? Что? Кто испортил гравитацию в Майнкрафте? Как будто взяли ее, просто поменяли местами. Типа, Майнкрафт что, думает, что пол там наверху находится? Почему он притягивает бол? Что? Окей. Мы его потеряли. Возможно, когда-нибудь он еще вернется, но... А пока что, давайте посмотрим, как этот же самый паренек сам решил продолжить свое выживание, как я понимаю. Он решил построить свой дом, и он его решил почему-то переделать в обтесанное дерево. А нет, смотрите, вот его друг. Он каким-то образом приземлился. И что будет дальше? Ему не понравился? Ему не понравился дом, а то я тебя выгоню сразу. Как это? Вот у меня тоже вопрос. Как? Видимо, мы еще много в Майнкрафте не знаем, но ладно. Идем дальше. Далее у нас имеется ад, и человек отправился в ад для того, чтобы... О, май гад, опять поставить кактус. Что ты в него опять выбросишь? Опять взял и выбросил ведро с лавой. Зачем? Зачем ты выбросил ведро с лавой? Теперь он выбрасывает лаву... А, что? Стоп, он выбрасывает кактус в лаву? Зачем? О, боже мой, лава вся исчезла. А, у этого человека, мне кажется, какой-то сверх кактус. Я не знаю, кто ему подкинул такой кактус, но в Майнкрафте обычно такого я раньше не видел. Дальше. Он вернулся в обычный мир, и что он там собирается делать? У него яйцо призыва огромного зомби? Он призвал гигантского зомби. Зачем? Чтобы напугать Стива. Стив, беги! Что он делает? Он уже убегает. У него тоже какое-то яйцо призыва. Он будет призвать огромного ифрита. Окей. Ифрит, Блейз, точнее, и зомби-дей будут тратить. Что? Они его отталкивают фаерболом. Что здесь вообще происходит? Откуда у Блейза фа... Что здесь вообще только что произошло? Окей. Надеюсь, этот кадр будет более для меня логичным. Человек зашел в деревню, в обычный домик. Он ищет жителей. Жителей нигде нет. Где все жители? Алло, ребята. О, Кузица. Кузица тебе не нужна? Нет. Он хочет найти жителей. А, стоп, что? Он взял солнце в руки? Каким образом ты... Он съел солнце? Он ест солнце? Он... Он только что умер от солнца. Вот что происходит, когда ты кремом от загара не пользуешься. Далее, видимо, он воскрес. И он построил новенький дом, смотрите. Новый дом. Новый дом, новая наковальня. Посмотрим, что он будет мне делать. Он призвал мяч, видимо. Что-то будет... А, что у него... Книжка на фароспект 32 тысячи? А, окей. У него настолько много заговора огня, что вместо мяча на заговор огня он получил просто огонь. Окей. Что с этим огнем сейчас будет? Нет. Жорик, не смотри. Жорик, отвернись, пожалуйста. Он просто превратил его в лавовый блок. Это новый уровень заговора огня, окей. Дальше у нас имеется обычная ферма. Обычный будник, когда ты проголодался, чисто я в 8 утра. Дальше. О, еще его дружбан. Его дружбан тоже решил пособирать себе немного еды. Но что они с этой едой будут делать? У них имеется картошка, там, пшеница, морковка, что-то еще. Я видел, и что они будут с этим делать? А, Стив увидел голема. И что, теперь вы будете вместе пытаться его убить? Чуваки. Что? Что? Как они его так убили? Они его не убили, они его положили. Стоп. Да. Что? Как это возможно? Они взяли и положили, они реально легли поспать. Вот так бы выходили жители голема в Майнкрафте, которые, ну, нереально сильно устали. Дальше, возможно, этой же ночью человек вернулся к себе домой и решил что-то себе скрафтить. Что он будет тебе создавать? Он создает поршень, мне кажется. Да, он создает себе поршень. И что он с этим поршнем будет делать? Итак, где его друг? О, вон он, друг, как разки плавает у озера. Что они здесь делают? Они проводят какие-то эксперименты. Окей, давайте посмотрим. Они взяли котел и налили в него лаву. Я, наверное, покажусь нубом, если скажу, что я не знал, что в котел можно было налить лаву. Но ладно, промолчу. Что они делают? Они пытаются загнать котел под воду и... Что? Да, лава, которая действует под водой в котле. Да, ребят, мы знаем, что Майнкрафт несовершенен. Хотя, вроде бы как, это уже исправили, если я не ошибаюсь. И да, он только что залез в этот котел с лавой. И он только что в нем умер. Под водой. В лаве. Что ж, ладно, не будем осуждать, просто отправимся дальше. Дальше у нас имеется человек, который строит себе мост в аду. Он строит себе мостик для того, чтобы, видимо, лодкой было удобнее перемещаться и быстрее. Но что в этом такого? Что случится такого странного и смешного? Давайте посмотрим. А, летит чувак! Окей, этот чувак явно я жена, что тут не достроен был мост. Надо было хоть табличку поставить. В стадии строительства. Итак, дальше у нас имеется человек, который копается в шахте. Он решил найти алмазы, но у него только что сломалась крылька. И сзади него... О, боже мой, что? Сзади него маленький зомбак в алмазной броне и с алмазом бичом. Каков вообще шанс встретить в шахте такого зомби? Окей, давайте перейдем из более напряженного в более спокойный кадр, где... Черепашье яйцо что?! Они пытаются развалить черепашье яйцо на ковальне, но посмотрите, какое прочное яйцо. А ему абсолютно все равно. Типа, на ковальне ничего не делает этому яйцу. Мне кажется, оно сделано из метал... Это просто железная логика. На ковальне не смогли разрушить черепашье яйцо, но человек, Стив, смог. Возможно, Стив весит как, не знаю, бетон, металл. И что у нас тут происходит? У нас эпичная битва в Энде. О, человек пытается сражаться с Эндерменами, но у него сломался меч. Что делать? Бежим, 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 летс гоу! О, нет, чувак, у тебя проблемы. У тебя проблемы, и чтобы спастись, ему нужен план. Но есть ли у него этот план? Давайте посмотрим, что он придумал, чтобы от них спастись. У него есть в инвентаре, я вижу алмазная кирка, я вижу там у него булыжник, зачарованное золотое яблоко. О, это может его спасти, но он вместо этого строит себе портал в ад. Зачем? Стоп! А, я понял! Он гений! Для того, чтобы сбежать из Энда, то он перемещается в ад. Что ж, давайте посмотрим теперь на другую картину. Человек вместе со своим другом строится вверх. Видимо, у них какая-то, не знаю, соревнование, кто выше простроится, у кого получится стол выше. И знаете что? Мне кажется, что они достигли, да, лимита в Майнкрафте. 256 блогов, это, видимо, еще старый лимит в Майнкрафте. И его друг, что он делает? Его друг, а, стоп, что? Оу, он уже прошел этот лимит, стоп! Ам, каким образом он прошел этот лимит в Майнкрафте? Тот самый друг, читер, я его распознал. Конечно же, он скажет, что читами он не играл, но мы уже все поняли. И тут имеется следующий катер. В аду? Панда! Панда в аду! Зачем ты сюда ее пригнал? Чувак, домашних питомцев лучше хранить дома. Зачем она тебе нужна в аду? Вот, смотри, сидит, кушает, но не в самых благоприятных условиях. Вокруг всякие гасты, и что он делает? О, э, стой, 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 стой! Она крутится! Куда ты крутишься? О-оу. Кажется, он ее потерял. Погнали дальше. Дальше человек у нас путешествует по просторам Майнкрафта. Он забежал в деревню и просто по ней бегает, но что необычного здесь может случиться? Тут его дружбан, и они вместе решили построить здесь снежного голема, для того, чтобы потом его... Стоп, эээ, что? Что ты не чуваком? Боже мой! Мне кажется, жители, которые живут в снежном биоме, должны были выглядеть примерно вот так, оттого, как сильно они замерзли. Ладно, идем дальше. Дальше у нас имеется подземное помещение и очень много ТНТ. Стоп, сейчас будет большой кодобум! Я готов, окей. Он будет сейчас все это взрывать, и стоп, это ТНТ под его домом? Зачем? А, или ты под его... Ээээ... Только что Эндермен как-нибудь телепортировался и наступил на эту дружбу... Окей, все, беги оттуда подальше! Видимо, он создавал себе ТНТ на крайний случай, но Эндермен решил воспользоваться тактикой, которую он придерживался с самого начала. Он ждал, выжидал момента и вовремя телепортировался на нужный блог. Ладно, отправимся, теперь посмотрим на подземное путешествие. Да, это шахтерские будни, где люди пытаются добыть себе алмазы. И пока что они наткаются там на уголь, на редсол. Да, они нашли алмазы! Супер! Два чувака нашли алмазы, и все, получается, в чем проблема? Взяли, добыли алмазики, оп, добыл алмазик, и... Че? Мне кажется, после этого они больше не общались. После того, как он потерял своего друга, он, видимо, начал сам теперь добывать землю. Или это его друг? Добывать землю, потому что теперь его выгнали из дома после того, что он совершил с алмазами. Он добывает землю, но для чего? Что он с ней будет делать? Все, хватит добывать эту землю, боже мой! Пойдем чем-нибудь с нее скрафтим, построим. Я не знаю, что ты планируешь с нее делать? Он планирует построить из нее дом из земли. Отлично! Может быть, это будка для барсика? Нет, это земляной дом, новый, в котором надо жить, потому что другого для жилья места нет. И стоп, что? Мне кажется, или там какой-то... Ааа, там какой-то прикольчик! Там больше места изнутри. Все потому, что это специальный мод, который я лично уже обозревал. Йоу! Далее у нас имеется довольно страшная атмосфера, потому что человек призывает Херабрина. Он подготовил для него нужный монумент для призыва Херабрина. И все, что теперь нужно, это... О май гад! Его призвать? Тут, откуда не поймем, взялся просто Крипер, и, видимо, он тоже захотел призвать Херабрина. Встать в очередь, как говорится. О май гад, боже мой! Или нет? Видимо, Херабрин того Крипера и призвал. И далее у нас имеется человек, который планирует приедать с высоты на свою кровать. Он хочет проверить, выживу я или нет. Давай, братишка, я в тебя верю. Три, два, один, кликай, 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 есть! Он успел лечь на кровати и не умереть. Окей, это было хорошо, красава. Вроде как, в новых версиях это уже больше тема не работает. О май гад! Вот этого он уже явно не ожидал. Далее у нас имеется счастливчик-везунчик, который смог найти пирамиду в Майнкрафте. Хотя, не такая уж она, конечно, и редкая, но всё-таки. Он нашёл эту пирамиду и теперь думает, как бы её облутать. Главное, всего лишь одно простое правило. Не прыгай, не наступай на эту ноженупиту. Всё, никаких проблем. Просто ни в коем случае на неё не наступай. Давай, о боже мой, упал зомби прямо на ноженупиту. Вот это, я понимаю, невезение. Просто потерять всё из-за маленького зомби. Что ж, бывают огорчения в жизни. Как говорится, как нашёл он мазы, так их и потерял. Дальше человек у нас просто путешествует по миру, причём по зимнему биому. И он нашёл там деревню, отлично. Он направляется в сторону этой деревни, чтобы облутать всё, что в ней таится. И что здесь может такого странного... А, а, что? Где? Каким образом он провалился? Боже мой, это настоящий троллинг от Майнкрафта. Я бы после этого его удалил. А говорила мне мама в детстве, твой Майнкрафт может быть опасен. Так вот он опасен, если он слишком смешной. Например, смотрите. Первый кадр, мы видим, что Стив хочет подняться в аду на адскую крепость. И для этого он использует вагонетку и вертикальные рельсы. Однако, очень удобный вид для транспорта. Моджинг, добавьте, пожалуйста. Говорят, что гении часто бывают отверженными. И это абсолютная правда. Люди, которые снимают эти видео, они гении. Как они вообще до этого додумались? Например, вот. Человек находится в шахте и... О, боже мой! Он расставляет факела, как вдруг он натыкается на своего врага. Факела решили отомстить человечеству. И теперь факела ходят и... Расставляют Стивов. Интересно, какое именно место у Стивов светится? Ну ладно, можете предположить в комментариях, почему у них светящиеся глаза. А далее мы видим, как Человек-Венди против Эндер-Дракона почему-то хочет убежать. Или нет, он создает портал в ад. Зачем? О, боже мой! У него удлиняются руки! Он берет портал в ад в руки. Что? О, нет. Он сейчас засунет Эндер-Дракона в этот портал. Нет! Окей. Он его отправил в ад. Сейчас будет Эндер-Дракон стражаться там с Гастами или что? Мне кажется, и Фриты от этого будут в шоке. Давайте теперь посмотрим, какие чудеса бывают в деревне. Это обычный понедельник. Ничего необычного. Два игрока пришли в деревню. Они хотят, видимо, подраться с Големом. Давай, родишка. Тебе хана, он берет, достает какую-то сочарованную палку и отталкивает его в космос. Эм, надеюсь, что это не бумеранг, он не вернется обратно, но он явно улетел далеко и надолго. Стоп, что? Он возвращается! О! Наверное, это было неожиданно и очень больно. Далее, видимо, понедельник закончился и наступает вторник. Во вторник они с другом решили проверить какие-то, я не знаю, фокусы. Возможно, они хотят подать заявку в цирке и проверяют какие-то трюки. Давайте проверим. Его друг собирается прыгать. Тут внизу есть поршни и... Стоп, что? Они подготовили специальный механизм, благодаря которому Стив бесконечно прыгает по слизнему блоку. Стоп, что? Неужели он сейчас улетит в космос? Я чувствую, что сейчас уберут за слизень и Стив улетит в космос! О, боже мой! После этого его никто не увидел. Никогда. Что же, рано или поздно Стив, наверное, внизу падет, но это случится через пару часов. А пока что у нас имеется очередной день. Это уже, наверное, среда и тут голем, которого... Стоп, что? Что он хочет сделать? О, боже мой! Он раздвинул половину его тела. Он рассоединил его ноги с его телом и теперь... Голем теперь не сможет ходить. Он вместо этого левитирует. Я не думаю, что это нормально. И, о, дружбан прилетел, смотрите, приземлился все-таки. И, о, ладно, это была неудачная попытка. Все-таки голем теперь больше напоминает какого-то призрака. После этого он больше не смог защищать деревни. Далее, возможно, этим же вечером убрался игрок в той же самой деревне, который просто собирает себе пшеницу, морковку и так далее. Он натыкается на курицу. И она ему не понравилась. У него прям нервы. Он хочет скинуть весь свой стресс. И погнали. На курочке. Он встретяет еще одну курочку. Давай, сейчас он будет... О, боже мой! Эта курочка необычная. Эта курица с подвохом. На самом деле, она позвала своего братана, чтобы ему было не так одиноко. Никого не случает, что курица на зомби, а не зомби на курице? Ну да ладно. У нас имеется следующий кадр. Это зимний биом, овечки. Два игрока, которые собираются, видимо, перебраться в другой биом. Для этого они используют лодку, потому что так гораздо быстрее, плавнее и безопаснее будет съезжать вниз. Он съезжает вниз, он не умирает, окей? Пока что все нормально. Его друг такой, так, я тоже хочу попробовать. Он берет лодку и точно так же приземляется. А почему он не приземляется? Тот самый случай, когда лодка возомнила из себя птицу. Ну или просто у друга читы. Кстати, этот самый друг, он готовит какой-то механизм. Он говорит, ооо, все-таки они реально хотят отправиться в цирк. Поэтому они готовят какие-то сумасшедшие трюки. И у него огромное количество растонблоков. Это поршень, которым говорит, вставай на поршень, все безопасно. Что? Ооо, каким образом этот поршень бесконечно поднимается вверх? Что же, это, конечно, весело, но как спуститься вниз? Я не знаю, когда он вообще оттуда спустится и как, но он приближается к солнцу. Что? Он приближается к солнцу. И, о боже мой, как светло. И он начинает гореть от солнца. Что я только что видел? Тут уже даже солнечные очки не помогут. Ладно, давайте посмотрим, что еще сумасшедшего может случиться в этой деревне. Эм, как обычно. По утрам, видимо, паренек вспахивает свой огород. Картошка, морковка, все дела. И друг его тоже. Но что необычно может случиться? Оу! Зачем вы бьете жителя? Почему они все бьют жителя? Опа. Бежит. Бежит голем, бежит голем, голем. Но чувачок уже просрался. Поэтому голем просто не может с ним... О, боже мой. А этот голем настоящий каскадер. Он скрывал этот потенциал от всего мира. Представьте, если все големы так умеют. Просто они это скрывают. И через какое-то время реально с вами случится такая же ситуация. Далее у нас снова кадр в Энде. Вернее, в аду. И его дружбан решил прийти на свинье. Ну, не самый быстрый транспорт, я бы сказал. Но в целом пойдет. Для чего он взял с собой свинью в ад? Вот я не понимаю, зачем ему... О, нет! Что? Это какая-то... Свинья-человек-паук! Или теперь это он человек-свинья? В любом случае, это эффективно. Следующим, видимо, днем парень вернулся к себе домой в подземный бункер. И он собирает себе просто экспишки, всякие предметы из своей формилки. Давайте посмотрим, что случится в этой формилке. Чем эта формилка такая необычная? Просто убивает зомби. В чем подвох? Я чувствую, что с этим зомби не так. Он не может его ударить. Почему он его... Не ломай! Не ломай, Блок! О, боже. Тот самый случай, когда ты встретил зомби-херабрина. Лучше бы не быть на его месте. Далее он, видимо, решил сбросить стресс. Он, знаете, отправился на рыбалку. На рыбалке он собирает себе рыбу-фугу. И пытается выловить себе какую-нибудь хорошую рыбу. Давайте посмотрим, какую рыбу он сможет выловить. Итак, о, боже мой! Что это за огромная рыбеха там на фоне? Мне кажется, это ваш самый качественный улов. Давай, кидай в нее эту удочку! Чего? Что с этой рыбой не так? Нет, 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 нет. О, боже мой, что? Это моя психика пошатана. Что ж, давайте немножко расслабимся. Посмотрим на овечек, они успокаивают. Все-таки овечки, это любовь, это природа. Он их кормит, все замечательно. Забота. О, боже мой! Что с этой овечкой? Она превратилась в какой-то воздушный шар. Он ее перекормил! Не надо было перекармливать животных. Говорят же, не перекармливайте животных. Почему он ей дает так много пшени? Стой, стой! О, боже мой! Они улетают. Возможно, они так же, как и тот чувак, долетят до солнца и... Там сгорят. Или в полете сдуются и упадут вниз. Что ж, давайте посмотрим теперь на двух игроков, которые решили себе, видимо, призвать визора. Да, скорее всего, они призывают визора. И они будут с ним сражаться. Они готовились к этому днями и ночами. У них экипировка. Комплектация. И визор готов. Но почему визор крутится? Что за... Что за этим визором не так? Он пересмотрел видео со спиннерами и решил стать сам спиннером. Мне кажется, он запутался в своем предназначении. Он ищет свой смысл жизни. Или он просто тоже захотел на солнце. Ладно, как бы там ни было, игроки не отчаиваются. Они продолжают свое путешествие. Они натыкаются на какое-то дерево. И что? Дерево! Вау! Какая-то сопримечательность! Какое необычное... Что? Как это вообще возможно? Они пнули это дерево за все плохое и хорошее. Всегда хотел тебе отомстить. Ладно, это было довольно-то и странно. Но они вернулись в деревню. В этой деревне они вспахивают снова свой огород. Как будто им реально каждый день есть нечего. Они каждый день вспахивают. И им каждый день нечего есть. Он бы репрессионал себя железного голема. И что сейчас случится? Стоп! А, стоп, что? Что с этим големом не так? Я только сейчас обратил внимание, что он реально сделан из железной текстуры. Окей. Это было довольно странно. И почему в Майнкрафте он выглядит по-другому? Когда в теории из железных блоков он должен был выглядеть так же. Ладно, не будем задавать такие глубокие вопросы. Просто посмотрим, как ребята зашли в шахту, чтобы подобывать, видимо, железо. Окей. Добывайте железо. Сваливайте. Не скелет на пауке, это паук на скелете. Мне кажется, при рождении они что-то перепутали. Итак, следующим кадром парень поджигает курицу. Я не знаю, что у него сегодня встал с левой ноги или что, но у него явно нет настроения. Он решил взять и всем отомстить за то, что у него плохое настроение. Ладно, тут еще Эндермен. Получай! Стоп, что? Эндермен, после того, как его подожгли, мне кажется, он предал свою семью и сказал... Ребята, мне все равно на ваши правила. Я просто хочу поплавать. Тем же вечером парень крафтит огромное количество палок и заходит своему дружбану. Братан, держи уголь, держи палки, сделай себе кучу факелов. Посмотрим, что он будет делать. Он сейчас создаст тебе три стака факелов или один огромный факел. Посмотрим. Да, он реально, он создал один огромный факел, мне кажется. О, боже мой. Он из трех стаков совместил и сделал один факел, но большой. Было бы прикольно, если бы он освещал сразу территорию 200 на 200 блоков. Едем дальше или скорее плывем, потому что... Следующий кадр у нас связан с водой. Быц, прыгаем в воду, все круто. Просто лето, отдых, прыгай в бассейн, прыгай в озеро свое, все хорошо. Дальше, я так понимаю, у него там дружбан стоит, да, у него дружбан стоит. И, видимо, он тоже будет прыгать. Но я чувствую, что сейчас что-то случится, я чувствую. Сейчас что-то с его другом про... Я почему-то примерно такое и ожидал. Скорее всего, он прыгнул не тем пикселем своего тела. Что ж, ладно, давайте посмотрим дальше. У нас имеется два игрока, которые поднимаются, строят столбый вверх. Что вы делаете, ребят? Вы хотите тоже на солнце? Почему все сегодня хотят достичь солнца, ребят? Там горячо... Что? Каким образом он запрыгнул на облака? Он только что взял и запрыгнул на облак... Это... Это нелегально. Это читерство. Как ты умудрился запрыгнуть на облака? И что? Он тоже пытался... Ты что ты делаешь? Он думал, что это безопасно, но... Скорее всего, его затроллили. Что же, теперь он, видимо, один вернулся в деревню без друга. Потому что друга, наверное, он просто оставил там на облаках. А сам он пришел лутать кузицу. Оу, два алмаза, железо. Окей, он лутает кузицу в деревне. Причем, странно, они в этой деревне живут уже три года и все еще не залутали кузицу. Что они делают? О, его дружбан. Он кидает ему железо кирку. Это что, в знак примирения? Ладно, они обменялись кирками. И что дальше? Оу, они, наверное, собираются идти в шахту. В шахту, чтобы добыть алмазы или нет? Что-то сейчас случится страшное. Я переживаю. Что может случиться? Что? Он добавит жителя. Он добавит его нос. Он добавит? Он только что добыл его нос. Нет. О, нет. А, верни его, брата. Это его имущество. Верни его, брата. Он получил реально нос жителя. Посмотрите теперь на этого жителя. Как ему дальше без этого носа жить? Что? Что вы сейчас не будете делать? Да что? Они наде... Он надел нос на своего друга. Окей. Это уже превышает всю норму. Это ненормально. Что ж, сделайте хоть какое-нибудь благое дело в вашей жизни. Пожалуйста. Что? Выращивать деревья будет? Отличная идея. Выращивайте, пожалуйста, деревья. Следите за нашей природой. Давайте посмотрим, для чего он выращивает деревья. Неужели в этом заключается... Не, не. Тут что-то, что-то будет. Что-то случится. Даже в обычной посадке дерева случится какая-то жесть. Что он делает? Зачем ты ломаешь? Он хотел посадить деревья. А что ты делаешь? Он... Что? Он создает деревья горизонтально. Это не... Нет, нет, стоп. Он же не будет сейчас его выращивать. Я на это очень сильно надеюсь, что... Как это вообще возможно? Моя жизнь после этого видео больше никогда не станет прежней. Что ж, ладно. Давайте посмотрим, что может у них такого странного случиться в их шахте, где у них спавлер с пауками. Они лутают экспишки, лутают нитки и пытаются, видимо, создать себе формилку, чтобы им было удобно их убивать. Они расставляют заборы. Заборы помогают, чтобы пауки не могли подняться наверх и их убить. Окей. Что в этом может случиться такого странного? Типа, его друг тоже помогает. Стоп, что? Стоп, что? Его друг расставляет по-другому. Боже. У него друг какой-то перевернутый. Он расставляет горизонтальные заборы. У меня один вопрос. Ты вообще откуда? Ох, жесть. Ладно. Они вернулись домой. Они вернулись домой. У них тут вещи, сундуки. Они залутали поршень и рычаг. И у них какой-то, видимо, подземный... А, там где спавнеры. Окей. Они хотят сделать, наверное, какой-то механизм, чтобы было удобно туда спускаться и закрывать выход, чтобы, видимо, туда не попали мобы. Что же они думают? Хм. Как создать этот механизм? Его дружбан, как всегда, сейчас что-то придумает очень смешное. И это будет... Боже мой! Он выдвинул половину поршня. Майнкрафт создавали 10 лет, а он разрушил его за 10 секунд. Что ж, закончим наш марафон смехом. Тростниками. Да. Что может быть смешнее, чем тростник? Посадил ты свой тростник. Поздравляю, молодец. Что он делает? Он залез на него. Каким образом? Чего? Он залез на тр... О, нет. Мэн, мэн, это ненормально. Брат, я не знаю, где ты такого друга своего нашел, но пожалуйста, приземли его. Я не знаю, как он это делает. Он делает все запрещенное в Майнкрафте и на тростнике пытается залезть на солнце. Почему все так сильно хотят на это солнце? Видимо, нам простым смертным не понять. Реально говорят, что это самое смешное видео в Майнкрафте. Давайте проверим. А, имеется Стива, у которого, видимо, какие-то суперспособности. Боже мой, что с твоей головой? На него упал песок и теперь он превращается в вертолётик. Что с тобой происходит? Он крутится. Он сейчас улетит. Нет, вместо него улетит Голлив. Что? Что здесь происходит? Окей. Житель, беги, не приезжайся к нему. Нет, он взял ему голову. Он взял его голову и свыше головой не ударил. Потом съел голову жителя и вернул свою голову обратно. Голлив приземлился. И что здесь происходит? Окей. Мне кажется, Голливы разозлились. Целая армия Голливов теперь хотят его уничтожить. Он супербыстро стоит портал. Они телепортируются в ад. И что случится? Первая минута. А я уже так воодушевлён. Окей. Огромное количество Голливов пытаются убить этого Стива. Стив, что ты наделал? За 30 секунд ты создал столько проблем. Он упал на Гаста? Что? Гаст, видимо, теперь в виде транспорта у нас выступает. И он подкинул их к соседней структуре, а именно крепости. И дальше теперь они попытаются сбежать от этих Голливов. Всё. Гаст быстренько. И просто вылепёт его отсюда. И остался теперь Стив. И что? Что там происходит? Там какие-то неприятности. Боже мой. Вылетают ифриты. Но у Стива есть оружие. Пожалуйста, скажи мне. Стив. Что? Что он делает? Он успел обстрелять все фаерболы. Превратился в какого-то бегущего Соника. Теперь я понимаю, почему Майкрафт опасная игра для вашей психики. Просто посмотрите на это изображение. Стив отстреливает их фаерболы. Всех убивает. Превращается в какое-то колесо. И просто начинает кратиться. Что здесь происходит? Окей. Он собирает все блейзовые палочки. И оператор, что ты стоишь? Оператор, действуй. Итак. О, боже мой. Големы. Приготовились. Они уже близко. Беги. Окей. Садись за него. Он сел на Стива. И они поехали. Что? Что здесь происходит? Они упали в лаву. О, они не умирают? Они умеют даже крутиться по лаве. Он так быстро крутится, что лава не успевает его убить. Итак, что сейчас произойдёт? Стив. Стив, ты что-то умеешь? О, боже мой. Он создаёт горизонтальный портал в ад. Давай, прыгай в портал в ад. Боже мой, это Стив. Это гений. Это как? Он родился гением. У него три мозга вместо одного. Окей. Они спрыгнули в обычный мир. И мне кажется, големы тоже сейчас сюда придут. Поэтому, боже мой. Как он копает двумя лопатами? Окей, чувак. Сделай что-нибудь. Големы падают в лаву. Что? Боже мой. Это какое-то совершенство. Эти големы просто не знали, на что они нарвались. Точнее, на кого. Они не знали, что Стив настолько вооружён. У него вроде ничего нет, но в это время у него есть свои мозги. Значит, полиция за добро уже выехала. Это просто какой-то нелегальный Стив, который занимается нелегальными делами. Окей. Он добыл только что лягушку. Внимание. Что он будет с ней делать? Он пришёл в деревню. Что он в этой деревне будет делать с лягушкой? Камон, у тебя лягушка, у тебя не оружие. О, боже мой. Он её использует как оружие. Он её использует как стрелы. Выбрался только не говорите мне, что они взорвутся. Они начинают друг в друга. О, боже. Ты можешь что он сделал? Они друг в друга языком обидели. Я не знаю, что они только что сделали. Но это было страшно. Они запустили чёрную дыру. Чёрная дыра увеличивается. И теперь всех поглощает. Мама, кто придумал этот ролик? Я не знаю, но ссылка в описании на оригинал. Просто посмотрите, что делает этот Стив. Он своими супер руками, супер лопатами начал копать вниз. И, дружище, у тебя нет выбора. Тебе уже за ним. Прыжок. Окей. Он прыгнул, он живой. И они попали к Вардену. А это уже опасно. Итак. А, братишка, обернись. Он говорит тебе. Обернись назад. А, три Варда, боже мой. Три Варда, чуваки. Бежим. Давай, Стив. Найди какой-нибудь супер привет, который нам поможет сбежать. Итак. Три Вардена. Два игрока. И три Варда еще спереди. О, нет. Все. Вам конец. Вам уже не сбежать. Шесть Вардов и... О, нет. Стив. Что он делает? Он выкопался. Он нашел способ супер лопатами выкопаться и... О, боже мой. Он пожертвовал собой. Он использовал себя в качестве моста. И все остальные Вардены падали в лаву. Боже мой, это невозможно. Этот человек туда придумал. Просто гений. Вардены нисколько не ожидали такого поворота событий. О, тут даже Эндермен есть. Эндермен, не смотрите ему в глаза. Стоп, он... Он забирает его глаза. Что? Он украл все, что у него было. Он забрал его самое драгоценное в его глаза. Просто посмотрите, как страшно это выглядит. И как разочарованно. Эндермен уходит и падает в лаву, потому что все. Он больше не способен видеть. Он украл у него две эндерперлы из глаз. Какая жесть. Окей. Они вместе выбираются из шахты. Стив, что еще ты нам покажешь? Стив, что будет дальше? Мне уже, честно, страшно. Я не могу представить, что у нас дальше ждет. Что там слева? О, боже мой. Там армия. Там армия этих големов. Чуваки. Стив, что у тебя есть на этот счет? Стив, у тебя лодки. Поплыли на лодках. А в смысле? О, понятно. Это не обычные лодки. Это лодка-самолет. Просто полетели. Поплыли в воздухе, как говорится. Все. Куда вы летите, ребята? Все, хватит. Приземляйтесь. Так, приземлились. Все, они далеко. Теперь, оу. Снова под землю. Снова к этим Варденам. Окей, нет, не Кварденам. Они набрели на портал Венды. Что? Что делать, Стив? О, извините меня. Он только что передвинул потолок. И теперь големы просто падают в лаву. Вы просто представьте, сколько времени он качался, чтобы вот таким заниматься. Он просто всю жизнь ходил в спортзан для того, чтобы руки-бицухи сделали вот это. Они просто убили каждого голема. Просто големы в шоке от того, на какого Стива они не нарвались. Это Стив-мутант какой-то. Ладно, теперь... О, боже мой. Он только что заполнил все порталы и запрыгает вниз. Итак, они попали в Венды. О, нет. Стив против Эндер Дракона. Эндер Дракон, мне тебя жалко. Итак, что сейчас будет? Эпичная битва в Майнкрафте. У Стива лягушка осталась. О, нет, лягушка. Хия! Боже мой! Она его забрала. Вот это я понимаю контент. Она просто всосала его в себя и все. За пыль и сло сила Эндер Дракона они прошли Майнкрафт благодаря лягушке. Она им помешала пройти Майнкрафт. Вы просто посмотрите, что здесь происходит. Она украла портал и все. Оу, оу, оу май гад. Она взлетела. Она увеличилась и взлетела. Она обратилась в вертолет. Эта лягушка вертолета обсосала в себя Стива. Нет, отпусти меня. Не бери меня. Нет, не-е-е-е. Она забрала Стива и просто нас, видимо, проглотила. Она просто проглотила игрока и Стива. И тут даже есть Эндермен. Братишка, ты тот самый, да? Братишка, прости за глаза, конечно. Что? Ему и хватило в своей жизни. Боже мой. Они использовали Эндермена, чтобы пощекотать внутри лягушку и выбраться из нее. Что это такое? Окей. Они вернули портал и, видимо, спустя несколько дней они вернулись обратно к себе домой. Все. Они пришли покормить курочку и... Эй, дружище. Дружище, стой. Боже мой. Ты перекормил ее. Эм. А он ее ударил, из нее выпало какое-то яйцо и... Окей, это перекормленная курица, которая превратилась в какой-то батут. Итак, внимание. Он призвал шалкер. Это яйцо призвал шалкера. Как оно выпало из курицы, мы не знаем, но это не важно. Он стреляет шалкером и теперь в курицу и... О, нет. Они отправили ее в космос. Это курица, воздушный шар. Внимание на экран, друзья мои. Это первые подопытные... Так что будет? Зачем вы отправили курицу в космос? Он опять достал эту лягушку. Опять эта лягушка. Что с этой лягушкой на этот раз не так? Он взял его руку. Он взял его инвентарь. Он взял его голову. Он его просто убил. Теперь мы точно знаем, что если забирает вашу голову в Майнкрафте, вы официально умираете. Теперь он просто остался без ничего. Игрока в этом мире больше нет. Все. Лягушка все забрала с собой. Стоп, что? Нет, игрок все еще жив. Возможно, это был сон. Возможно, ему приснилось. Так, вечер. Самое время ложиться спать. Сив, зачем тебе так много кроватей? А если... Ответь мне на вопрос... О, боже мой! Я теперь знаю. Я знаю, зачем ему так много кроватей. Он реально какой-то Стив-мутант. Что с тобой не так? Почему тебя так расплющило? Житель, ты что-нибудь знаешь? Расскажи нам, что в этом мире не так? Боже мой, какой это страшный мир. Я-я-я боюсь представить, что сейчас будет. Они взяли, построили какую-то... Мертвую петлю в Майнкрафте? Совершенно верно. Они построили мертвую петлю, в которой решил поучаствовать житель в Майнкрафте. Итак, житель. Приятного полета. Видимо. Он сейчас... О, май гад, он ускоряется. Он ускоряется. Он ускоряется. Он очень сильно ускоряется. Он взорвался. Бедный Стив. Он улетел. Ну, не переживайте, ребят. Стив у нас с суперспособностями. Он вернется. О, он возвращается. Он убил даже Колема. Он вернулся, ребят. О, нет. О, нет. Он опять разозрил Колема. Стив. Стив, беги. У тебя проблемы. Они только успокоились от последних... У него события. Что? Он берет солнце. Он забрал солнце. Он его взял в инвентарь. О, он стреляет солнцем. Он их взрывает. Что здесь? Что здесь происходит? Боже мой, вернулся житель. Здравствуйте. Как ваш полет прошел? Итак, он обменялся с ним на перевернутое ведро с водой. И теперь разливает перевернутую реально воду. Я не знаю, насколько это в целом легально, но мне кажется, что не совсем. Итак, Стив, как тебе такое? О, за него, за нее к нему подкрадываются. Три, два, один. Что? Он взрывается, а он встает перед собой в блоке. Это самый странный ролик, который я видел за всю свою жизнь. Итак, Стив снова берет свои крутые лопаты и две руки. И погнали выкапывать территорию. Зачем? Что он пытается сделать? Он берет воду и что-то сейчас будет разливать. Он поставил свиню. Свиня начинает крутиться. Свиня! Что с тобой не так? Он опять распрощит свою голову. Он превратился в вертолетик. Это свиня и Стив вертолетик. Они улетели. Боже мой, он улетел, но обещал вернуться. Куда вы теперь оставили игрока одного? Маленький житель, Эндермен. Эндермен забрал маленького жителя. Эндермен оставь его. Отпусти маленького жителя. Кия! Все, он обоих убил, причем маленького жителя тоже. Итак, Стив вернулся, но без свиней. Стив, что ты с ней сделал? Эм, Стив? Стив? Эм, одну минуточку, Стив. О, боже мой, что с тобой? Стив, ты меня пугаешь? Почему он превратился в огромного мутанта? Стив, пожалуйста, успокойся. Стив, мы же друзья. Не надо этого делать. Итак, игрок добывает дерево. Сейчас, видимо, будет соревнование против Стива или настоящая дуэль. О, взял из алмазных блоков, сделал меч. О, нет. Стив, ты перекачался. Хватит спортзал. Все, в принципе, на этом, видимо, все и закончилось. Вот так вот суперлегко, просто обычный игрок убил Стива за миллисекунд. Неужели это все? Стоп. Стив? О, нет. Стива так легко не убить. Стив так легко не сдается. О, нет. Он пришел по нашу душу. Откуда у него язык взялся? Он, видимо, съел лягушку. Это Стив, это просто какое-то чудо. И, между прочим, смотрите, прошло несколько дней, и Стив, видимо, восстановился. Возможно, они подружились. Все, все в порядке теперь. Они снова пришли в деревню. Надеюсь, в этот раз вы никого не будете... О, боже мой, что? 99 тысячи зубрутов на один блок земли? Братишка, ты перестарался. О, секундочку. Он ударил жителя. Началась сирена, тревога. И жители очень расстроены, что ты его ударил. О, нет, все. Стив, ты почему-то постоянно создаешь проблемы. Начинаем бежать. Боже мой, там охрана. Охрана на свинье. Они еще и с топорами. Просто бежим. Окей, этот Стив, куда он не придет, везде неприятности. Беги от них, свинюшек, боже мой. Вот это я понимаю. Транспорт 21 века. Свинья в Майнкрафте. Поехали. Итак, беги быстрее, беги, не оглядывайся. Да хватит оглядываться, беги уже. Итак, Стив, у тебя должно быть какое-то оружие на этот счет. О, нет, о, нет. Очень много их. Они со всех сторон на них окружили. Все, у вас нет шансов. У вас нет шансов. Хотя, стоп. Стив, возможно, у тебя что-то есть. Стив, превращайся в вертолет. Let's go. Стив опять стал вертолетником и просто от них улетел. Жесть. Стив, я тебя аплодирую стоя, братан. Просто ты красава, хорошо. Стив улетел, спас своего друга. И интересно, куда вы теперь вместе собираетесь улететь. Неужели вы переезжаете в космос? И стоп, секундочку. Там охрана в виде големов. Тоже вертолетчиков. О, боже мой, все. Это, это все, ребят. Это финиш. Это последняя остановка, ребята. Это конечная. Все. Они пришли за ними. О, нет. Они в них стреляют. Они заберут вас с собой. Отпустите вашего друга. Быстро приземляйтесь вниз. Мы вооружены. Все, мне кажется, нет шансов. Три, два, один. Они их сейчас взорвут. Нет. Стив, давай. Стив, прошу тебя. Действуй. Нееет. Огромный голем. Он их просто уничтожил. Я не понимаю, почему Стив не противостоял им. Стоп, что? Они умерли, но появились в аду. О, нет. Стив, что ты наделал? Почему тут овца в аду? Что она делает? Они сели на нее. Это овца. Ага, я понял. Да, это такси. Это такси в Майнкрафте. Алло, да, это овечка. Пожалуйста, подъезжайте ближе к координатам 100 плюс 100. Так, внимание, далее. А, это овечка лифт. Точно, совсем забыл. Овечка лифт в Майнкрафте. Гениально. Теперь они поднялись на крепости. Опять встретили этого Ефрита. Внимание. Что? Он превращается в дрима. Он превращается в профессионального Майнкрафтерского американского игрока. Который, видимо, всех убивает с одного удара. Итак, бицуха теперь не нужна. У нас имеются мозги и... Стоп, что? Там огромное количество пигманов. И мне кажется, свинозомби недовольны тому, что вы убиваете их друзей. О, нет, опять проблемы. Да что же это такое? Куда бы вы ни явились, постоянно от сива проблемы. Стив даже надел на себя золотую корону. Итак, все падают вниз. А на супервечке они аккуратненько от сила сваливают. Вы красавцы, но... Они падают вниз. Они чуть не умерли. Что дальше они будут здесь делать? У них абсолютно ничего нет. Овца, приземляйся. Ладно, окей. О, нет. Они нашли их. Они их окружают. Стив! Запускай свой вертолетчик. Давай. Пожалуйста, Стив. Это твоя надежда. Это единственный шанс. Вертолет Стив где? Он что-то выбивает. Он выбил воду. Он превратился в блок воды. И они его, видимо, потеряли. Мамма миа. Стив у нас реально просто гений. Он взял. Просто превратился в блок воды. Все остальные убежали. И мы теперь его потеряли. Очень грустно. Стив, без тебя вернись. Пожалуйста, вернись. Стоп, стоп. Он вернулся. А вода? Ладно. Окей, он вернулся. Неважно как. Он вернулся. У него еще и портал в ад в руках. Друзья мои. Стив просто готов к любым проблемам в жизни. Стив приспособлен ко всем трудностям. Итак, они запрыгивают снова в портал. И отправляются обратно в обычный мир. Надеюсь, хоть раз в жизни вы не попадете в новую неприятность. Потому что... О, боже мой. О, боже. Что? Что здесь происходит? Им выдали оружие. Улетели. И теперь у меня очень много вопросов. Что ты будешь делать с этим оружием? Нет? О, нет. О, сейчас будет им куда стрелять. Боже мой, Стив. Хватит пользоваться всем, что ты берешь в свои руки. А, он пришел отомстить. Все, я понял. Он отомстит им за все плохое и хорошее. Подышь. О, боже мой. Что? Это самый жесткий взрыв, который я когда-либо видел в своей жизни. Посмотрите на это. Он все уничтожил. Абсолютно каждого жителя убил. И скорее. Бежим. Сейчас вы сами умрете. О, боже мой. Что за жесть? Я такого взрыва в Майкратте не видел. Просто бежим. Окей. Они зацикапывают себя под землю. Ладно. Прыгай вниз. Окей. Возможно, они спасены. Возможно, они удрали от этого взрыва. И они попали снова в эндер-кребость. Фух. Стив, как всегда, ко всему готов. Окей. Они нашли порталы. Видимо, Стив отправится заново убивать эндер-дракона. Ага. Он заполнил опять же все эндер-порталы. Вернее, эндер-блоки. И теперь он телепортируется в эндер-мир. О, снова ты. Он снова очнулся. Но ненадолго, потому что у Стива явно есть какое-то оружие. Только хватит забирать глаза у эндер-менов. Итак, что он будет делать? Он просто возьмет его к себе в руки. А потом съест. Отлично. Это просто какая-то жесть. У меня нет слов. Он съел только что эндер-дракона. И, видимо, он прошел Майнкрафт. Таким образом, тоже можно пройти Майнкрафт. Просто съесть эндер-дракона. О, нет. О, боже мой. Горе, мы его нашли. Все. Все, братишка Стив, в этот раз у тебя проблемы. О, он когда бульдировал у него эндер-дракона. И просто откинул голема очень далеко. Голем больше никогда не вернется. Стив тем временем прошел Майнкрафт дважды. Он не только убил эндер-дракона, но еще и гигантского железного голема. Теперь, я надолагаю, можно возвращаться в обычный мир. Надеюсь, никто опять оттуда не вылетит. И так все. Они вроде пошли в Майнкрафт. О, Стив, что ты делаешь? Нет. Он решил сломать весь Майнкрафт. Он решил съесть весь Майнкрафт. Боже мой. Он разрушил всю галактику. А начинается все, кстати говоря, с обыкновенной рыбалки. То есть, да, это звучит странно, но рыбалка. Что может быть смешно в обычной рыбалке? То есть, друг, наверное, который... О, боже мой, что он делает? Он притягивает солнце. Он... А это рыбак третьей степени. Он решил притягивать полностью солнце. И, боже мой. Вот это, понимаете, динамика начала фильма какого-то. Он забрал солнце. Он сломил его на свою удочку. И мне кажется, сейчас он будет с ним что-то делать. Он его... О, боже мой. Он его... Съест? А я точно правильное видео по Майнкрафту вообще включил или нет? Ладно, давайте смотреть дальше. У нас имеется два друга, два брата-акробата. Это Стив и его друг. И они копаются в шахте. Тут же являлись криперы. О, нет. Братанчик, у тебя проблемы? Что? Он в этом... Он просто взял гиркой и добыл его. Нормально, можно и так решать проблемы. Но он его тоже ест. Что он голодный сегодня? Почему он все ест? Почему он превращается в крипера? Мне кажется, этот Стив ненормальный. Это тот самый Стив из прошлого ролика. И все. Он только что взорвался и убил и крипера, и самого себя. Этот Стив, кстати, да, вы, наверное, уже заметили, но он очень странный. Очень странный. То есть, смотрите, он нашел какую-то жабу. Жаба, здорово. Только не подходи к этому Стиву. Он опасен, он крайне опасен. О, это что, курица? Окей. О, боже мой, что? Курица. Своим языком приходит... Стоп, что? Мне кажется, ты перепутала роли. Это должна была делать не ты вроде. Вместе от того, чтобы засасывала жаба, засасывает почему-то курица. Ладно. Человек, кстати говоря, попадает за кулисья. Ничего необычного. В Майнкрафте и такое бывает. Ты попадаешь за кулисья, где... О, боже мой. Какой-то Стив. А, это его дружбан. Но что там на потолке? Там на потолке жаба. А это та самая? Это жаба, которая съела курицу? Это жаба, которая съела Стива. Боже мой. Нет. 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 Надеюсь, после этого он проснулся. Хотя, не уверен, что я хочу, чтобы у меня снились такие сны. Окей. Дальше у нас следующее утро, как говорится. Они проснулись и улыбнулись. Они решили пойти просто дальше на плавание. Взяли лодки. Дружбан, чего ты там стоишь? Давай на ту сторону, чтобы он сел на лодку. Что? Он что делает? Вместо того, чтобы просто сесть в лодку, он использовал лошадь. И не знаю, что он с ней сделал, но она вдруг резко удлинилась. Получается, если ее убить, из него выпадет сразу стак мяса? Как бы там ни было, Стив явно гений. Да, это тот самый друг гений, который решает все проблемы просто какими-то очень странными способами. Типа, он взял и заставил лошадь думать, что она птица. И судя по всему, слушайте меня, потому что мне кажется, что данный главный герой этого фильма решил бросить Сива. Да, он остался один, все. Он остался один в пустыне, проголодался. Да я же сам уже проголодался. Окей, мне становится жарко. Мне становится жарко слишком много пустыни, и что он будет делать? Что он будет? Он снял свою... Свой живот? Одну, одну секундочку, я хочу это пересмотреть. То есть, ты попал в пустыню, тебе нечего пить и есть, и ты решаешь начать есть себя. То есть, он взял, вытащил свою, свои две руки, часть своего тела, начинает оно все есть и... Окей. Мне кажется, ты потерял часть себя, уронил, наверное, где-то. Как бы там ни было это сумасшествие, у него теперь нет тела, он части тела потерял. Теперь он две ноги и одна голова. Зато можно сказать, что теперь он наелся. Однако, наступает следующее утро, и, видимо, он все еще жив, он только что сломал свою жабу в доме. Чувак, во-первых, почему у тебя домашний питомец-то жаба? Во-вторых, почему ты ее ломаешь? И почему у тебя подойдет ее яйцо призыва? Что? Элей пришел и просто забрал ее. Куда ты ее уносишь? Верни, стоп. Она отдает ее маме своей? Серьезно? Нет, стоп. Элей схватил эту жабу. И что? Они сейчас будут эксплуатировать эту жабу. О-о-о, нет, стоп. Стоп, нет. Мне кажется, эта жаба будет эксплуатировать вас. После этого момента его никто никогда не видел. Кстати, мне так кажется, что главный герой этого кино и Стива, они поссорились, потому что я давно нигде не видел Стива, но вместо этого я вижу игрока, который очень любит стричь овец. Видимо, он собирается создать гигантское количество кровати на все село. И Элей все еще здесь. Что ты принесешь нам на этот раз, окей? Мне кажется, он взял, что он быстричь его, что ли? Что? Он только что взял и подстриг его крылья. Брат, это не смешные мемы. Это скорее страшные мемы уже. Хотя, смотрите, он реально сделал себе кровать, да? Он сделал столько овечек, он сделал одну кровать, и Стив, кажется, вернулся, и он отобрал у него кровать. Стоп, что? Он недоволен. Нет, он недоволен. Он недоволен, что Стив отобрал мое место. Верни мою кровать. Итак, что? Он сломал его. Он сломал полный. О, боже мой, он избавился от его головы. Нет головы, нет проблем. Теперь это правда. Интересно, он вообще видит, куда он идет? Сомневаюсь. Итак, наступило новое утро. Новый день, новые возможности. И наш игрок берет удочку. А, зачар... Что? Зачаровывать ее на мультивыстрел? То есть, как ты будешь стрелять постоянно своей удочкой? Что ты там собираешься создать дискотеку под водой для рыб? Ладно, давайте посмотрим. О, боже мой, что? Он взял и использовал сразу пять удочек. И это будет в пятый раз быстрее, видимо, чтобы... Славить какую-нибудь акулу. Кстати, после рыбалки он решил вернуться домой. Да, он возвращается к себе в деревню, в свой, видимо, доме, в котором он живет. И опять поршней. Что ты собираешься делать на этот... О, что он делает? Он поставил кровать, он берет редстоун. И мне становится страшно в этом этапе. Так, стоп. Что? Нет. О, я чувствую, что он будет раз... О, боже мой, расширять эту кровать. Получается, теперь кровать в три блока... Нет, не садись в эту кровать. Этот житель набрал 100 килограмм просто за одну ночь. Хотя он теперь даже чем-то похож на пингвина. Надеюсь, у него хватит сил, чтобы поднять свое тело и на утро встать. Кстати, пока житель спит, Стив и его друг решают отправиться в путешествие. Главное, чем оно закончится мне, уже страшно. Типа никогда ничего хорошего их идей не приносят. То есть, в основном, это только проблемы. Вот, смотрите. О, что, луну сейчас заберут? О, боже мой, да. Он своими двумя длиннющими руками забирает луну. О, нет, нет. О, май, гад, ты распугал всю рыбу в океане. Далее они просто решили начать добывать дерево. Как вы так вообще? То есть, вы одним днем просто добываете луну, добываете дерево. То есть, как вообще у вас все это связано? Ладно, давайте посмотрим, как они добывают дерево. Отличное и интересное занятие. Добыча дерева. Я давно такого... О. Я ведь чувствовал, что не можно добыть обычной добычей дерева. Они даже логику дерева умудрились сломать. Как они это делают? Тем временем прошло 5 минут, как дерево улетело вверх. И, видимо, игрок продолжает идти кого-то убивать. Он идет добывать свиней. Что? Ты тоже теперь улетишь? Что за... Почему-то я догадался. То есть, как это возможно? Что все, к чему этот игрок прикасается, сейчас взлетает. Окей, ладно. В какой Майнкрафт ты играешь? Кинь мне ссылку, тоже поиграю. Хотя мне кажется, что те, кто играет в этот Майнкрафт, они никогда из него не выходят. Потому что у них нарушается психика раз и навсегда. Тем временем, игрок продолжает добывать блоки. Окей. Обычная добыча блоков. Пожалуйста, скажи мне, что хоть это может пройти нормально, спокойно. Просто обычная вода. Мы разливаем воду, занимаемся фермой. Все, наконец-то. Первый спокойный день у Стива. Неужели хоть раз не будет никаких приключений? Они решили взять свою ферму и тем временем все. Все, пока что цивиль. А это вообще нормально? У меня много вопросов. Очень много вопросов. Ну, пожалуй, позвольте. Позвольте, мы просто пойдем дальше пропустим этот момент. Окей, наступает вечер. И почему-то Стив с игроком решили переехать в другой дом. Окей, ладно, друзья, вы переехали. Ну, хоть скажите мне, что... Наверное, их выгнали жители. Кстати, я более чем уверен, их выгнали жители. Что они делают? Они крафтят булыжничную кровать. То есть, это нормально вообще, что ты делаешь кровать? Что, в наше время ты пледы из любого материала можешь создать в Майнкрафте? Ладно, окей. Попробуй лечь на нее, посмотрим. Как тебе такая кроватика понравится? Я примерно это и ожидал. Кстати, посмотрите, что они сделали. Они решили устроить масштабное путешествие на 30 миллионов блоков. То есть, они добрались до самого-самого края мира, до границ Майнкрафта. И окей, поздравляю, вы красавчики. Вы сделали то, что сделали немногие. Но посмотрим, зачем они это делали вообще. Зачем вы так долго путешествовали? Вы даже не можете туда выйти. То есть, в теории, да, посмотрели и обратно по домам. Хотя, у Стива другое мнение. Что? Как он это сделал? Он просто взял и прошел мимо барьера? Для этого человек вообще правила существуют или нет? С каждым днем я просто, знаете, задаю себе новый вопрос. Типа, что будет сегодня? То есть, что она этот раз придумает Стивас? Стивас, все, я так тебя называть его буду. Ладно, окей. Они пришли в Адс, чтобы, видимо, отправиться в Адскую крепость. И что они хотят перебрать сюда? Он спрашивает, есть ли у тебя блоки? И спроверяет. Ну, вообще, пять штук у него там вроде есть, но он говорит, нет, у меня нет блогов, окей? У меня нет блогов, сори, братан. Но если хочешь, пойди, в принципе, подобывай. Что он делает? Он сейчас будет каким-то образом перепрыгивать до... О, боже, нет, он просто пройдется половить, типа, ничего необычного. Просто не стоит забывать, что Стив настоящий фокусник, поэтому он умеет все. Только почему ты не... О, боже мой, фокусник! Ты не фокусник, зачем ты полез в лаву? Только Стив так делать умеет. Как вообще появился над гений на свет? Я, честно говоря, не представляю. Но теперь они находятся в обычном мире, и они пришли половить Акслотли. Окей, это спокойное, обычное дело. Надеюсь, хоть тут вы ничего не натворите. Окей, они добавят Акслотли в это время. Стива создают какие-то крафты. Они сделали костер, этот выбрасывает ему Акслотли. Все, братан, я подарил тебе, зови ему, придумай ему имя какое-нибудь. И что? Он поставил его на костер. Эээ, ребята, вы же знаете, что Акслотли типа не для этого предназначен им. Что он там получил, извините? Съедобного Акслотля! Это шашлык по-майнкрафтерски? Мы такой не одобряем. Ладно, давайте посмотрим, что они делали после обеда. Окей, они пришли поторговаться с жителями. Окей, обычное дело, поторговаться с жителями. Что может пойти не так? Они начали тут, пытаются броню, наверное, выторговать. Эээй! Скидки забыл сделать, они его решили за это побить! Боже мой, все. Эти жители теперь под настоящей защитой. Теперь раздались только игрок, Стив и их ЛА. Два ЛА, между прочим. Окей, они, видимо, тренируют их. Они выбрасывают им различные предметы. Яйцо призыва и что? Что происходит? Что происходит? Я не понимаю, что сейчас происходит? Они превратились в какую-то непонятную фиолетовую-розовую вещь и... Просто... Я ничего не понял. Я даже не знаю, как это комментировать, если честно. Это просто набор, знаете, просто набор какой-то жести. Что? Что случилось? Посмотрите на это еще раз. Просто каким-то образом пчела схватила Стива за голову и унесла в свою страну. Ха! Все. Больше его никто никогда не видел. Хотя, стоп. О, нет, ломай ту ли. Что? Там теперь появилась пчела Стива. Эээ... О, что? О, боже мой. Я не знаю. У меня с каждым таким роликом нарушает опсидиков все больше и больше. Судя по всему, его кто-то вернул в человека. Потому что теперь они пришли убивать эндер-дракона. Причем, воу. Они что-то создают из... Что? Из дуба и ниток? Что вы здесь... Они скрафтили гигантский лук. А вы вообще в курсе, что такого крафта, типа, не существует? Нет? Ладно. Они все создают сами. Это какой-то особенный Майнкрафт, где все возможно. Они берут, наверное, одним выстрелом бывает эндер-дракона. И, можно сказать, вы просто одной стрелой убили эндер-дракона. И Стив... О, боже мой, он оборачивается. И теперь... Нет! Нет! Нееет! Идем дальше, окей. Я не знаю, что тут сейчас было, но, как минимум, я вижу жабу, которая... Здравствуй. Жаба, ты тоже добываешься? Да. Почему-то все жабы... Я попробую в Майнкрафте потом добыть ее, но мне кажется, что это только у них возможно. Как бы там ни было, окей. Они взяли и поставили жабу. Это будет жаба троллинга. Что? Жаба, какая ты умная! Эту жабу можно активировать с помощью рычага. И она сохраняет в себе в инвентаре Стива. Боже мой. Пожалуйста, добавьте это в Майнкрафте. Я буду троллить так своих друзей. Окей. Они снова пришли к барьеру. Снова вы повторяете те же самые ошибки. Зачем? Вы, наверное, потратили три месяца, чтобы сюда прийти. И в итоге что? Вы... Добываете барьер? Окей, ты типа так сильно устал от обычных 30 миллионов блоков, что решил просто выйти за пределы. Окей. Этот человек сотворяет невозможное. Итак, расскажи нам, что там по ту сторону экрана? Какие секреты там таятся? И... Оу, что происходит? Я вижу молнии, и... Погода испортилась. Мне кажется, у них надвигается какой-то шторм. Давайте посмотрим. О май гад, они вызывают молнии. И мне кажется, Стив, что он там делает? Он рыбачит, или он просто мыслит, философствует, смотрит в океан... Ээээ... Мне кажется, тебя скоро что-то ударит, ээээ... Например, это молния. Бедный Стив, который постоянно умирает, возрождается, и я не знаю, он как бессмертный какой-то. И что они делают? Они спустят шахту, опять жаба, боже мой, это жаба. Что? Она притягивает на себя блоки. Это суперспецифичная жаба, и смотрите. Она... Вардена, можешь себя забрать? Оу, окей. Видимо, мобы здесь тоже что-то умеют, не только Стив. Беги, чувак, беги, окей. Мы не узнаем, что с ним случилось, но мы узнаем, что здесь случится. Потому что здесь Стив, который увеличил верстак в 4 раза. И что-то мне подсказывает, что он будет создавать какие-то суперогромные предметы. Оу, май гад, что? Он сделал гигантский топор, и... О, нет, он добывает одним топором сразу всё их село. Окей, я не знаю, что может быть жёстче этого, но посмотрим, что у нас ждёт ещё. Потому что это ещё не конец. У нас также игрок, который создаёт обычную лодку. И, видимо, лодку для Стива, или запасную для себя. И, видимо, сейчас будет куда-то на ней плыть, окей. Пока что это безопасно, вроде он... Что? Надел лодку на свои ноги? Эээ, чувак, ты же... Зачем тогда ты крафтил вообще эту лодку? Вот это, понимаем, новые технологии. 20-23, я бы сказал. Посмотрите на эти ботинки. Современная обувь, в которой не будет ни у кого из ваших одноклассников 100%.